Сегодня это то, что Господь хочет, чтобы у нас было более благоговенное отношение к хлебопреломлению. Чтобы мы не привыкали к хлебопреломлению. Конечно, это тайна, и подробно разложить хлебопреломление, наверное, мы не сможем. Как и много тайны или действий Божьи. Но каждый раз будем стараться приблизиться к пониманию, если можно так выразиться. Но хлебопреломление – это больше как символ. И сегодня то, на что я обращала внимание, Иисус говорит, что кто не будет кушать плод мою, кто не будет пить плод, кровь, не будет иметь жизни. А люди начали спорить. Люди начали спорить. И вот я себе записала, что зачем спорить о том, что сказал другой человек. Вот зачем спорить о том, что сказал другой человек. В своем уме, не в своем уме, какую ответственность мы несем за то, что говорит другой человек. Абсолютно никакой. Дай Бог, чтобы мы несли ответственность за то, что мы говорим. Часто бывает в жизни, что мы не вникаем в себя. И мы говорим, он так сказал, почему ты так сказал? А задаем ли мы себе эти вопросы? Потому что это человеческая натура. Анализировать то, что другой человек сказал. Тратить больше половины жизни на жизни другого человека. Но когда же мы посмотрим на себя, когда мы начнем критиковать себя, когда мы начнем исправлять себя. Это то, что я видела в 52-й стихе. И в 53-й, несмотря на негодование людей, несмотря на то, что начали спорить, начали это самое, и это все при Иисусе. Иисус это все слышал. Все равно Иисус не изменил свое мнение. Иисус не изменил свое мнение от того, что у кого-то было негодование. Что мы можем взять от этого? То есть Иисус знал, что Он сказал. Иисус понимал, что Он сказал. Иисус не сумасшел, когда Он это сказал. Ну, мало ли, что мы не понимаем. И что опять мы тут видим? Что часто мы спорим от того, что мы что-то не понимаем. Не от того, что мы такие умные. Вы видите? Как Он может? Зачем Он сказал? Вам какая ваша проблема? Даже если у человека не получилось, пусть он уже сам ломает голову. А мы сразу говорим, а как это ты будешь делать? Как ты это будешь делать? Это невозможно. Какая ваша проблема? Время, которое мы должны тратить на себе, время, которое мы должны тратить на развитие отношений с Богом, мы начинаем тратить на обсуждение того, что говорит другой человек. На осуждение того, за что мы не несем ответственность. Но у Иисуса был характер. Иисус не бросает слова в ветер. Мы, люди, бросаем слова на ветер, но Он не поступает так. И несмотря на то, что негодование людей, Он знал, потому что Он это не придумал. Он это не говорит, чтобы впечатлять людей. Поэтому мало на Него влияло вообще то, что люди говорили. Мы тоже должны научиться у Иисуса характер. Не повести себя по общественному мнению. Может быть, Господь нам что-то открыл, или у нас какое-то желание. А два-три человека покритикуют, и мы уже начинаем сомневаться. Мы уже не знаем, это от Бога, это не от Бога. Мы должны держать курс, который Господь нам дает. И еще что мы видим? Мы видим, что жизнь находится в плоти и крови Иисуса. И каждый раз, когда мы воспринимаем кровь Иисуса, это символ. Понятно, что это не кровь Иисуса. Но Иисус хочет, чтобы мы постоянно, чтобы мы не забывали, где находится наша жизнь. Поэтому Он говорит, сделайте это постоянно, сделайте это воспоминание. Чтобы мы всегда... Потому что нам, людям, нужно что-то, которое постоянно нам напоминает. Иначе мы забудем. И, зная нашу эту натуру, Он говорит, вы это делаете постоянно. Постоянно сок мы брали в магазине, понимаете. Поставали, это купила в православной церкви, то есть оно не падало с неба. Это все физическое. Но это физическое, которое должно постоянно напоминать нам, что наша жизнь находится в Иисусе. Иисус пролил свою кровь за меня. Иисус отдал свое тело на кресте, для того, чтобы я могла быть свободной. Для того, чтобы вы могли быть свободны, чтобы служить Иисусу Христу. Наша основная пища – это кровь и плоть Иисуса Христа. Это то, что мы увидели в этом местописании. Потому что Иисус говорит, нет, нет другого варианта. Поставали, я говорила, что на каждом, в каждой стихе, то кровь, то плод. Потому что нет пути исхода, нет другого варианта. Один путь – кровь Христа. Один путь – плоть Иисуса Христа. Потому что нам надо смириться, нам надо принять, нам надо полюбить. Это наша основная пища. И мне даже понравилось, что православные, они не кушают. Когда они собираются принимать причастие, в этот день они не кушают. Это то, что я поняла. Они не кушают до хлебопреломления. После хлебопреломления, по-моему, они не могут кушать. Посмотрите. То есть это основная пища. Сначала жизни Божьей. Сначала вот это небесное. Сначала уединение. Да, со Христом. Это пища всех пищей. Это еда, все еда. Это то, что первое принимается. Опять же, это символ, что Христос первый. Мы должны жаждать эту пищу. И как поставали, я говорила, Иисус накормил их физическими пищей. И они начали жаждать этой пищи. Давай еще, еще накорми. Это было вкусно. Такого еще не было. А Иисус говорит, от этого хлеба вы умрете. Но возьмите вечный хлеб. Я хлеб жизни. Это просто потрясающе. Это наше основное. Мы должны поменять наши отношения к хлебопреломлению. И хлебопреломление, то есть Иисус, Его плоть, Его кровь, это залог воскресения. Это залог вечной жизни. Он говорит, что я воскресну Его последний день. Это надежда на вечную жизнь. Так что, спасибо вам еще раз. И давайте будем более благоговенно относиться к крови и плоти Иисуса Христа. И не только, когда мы принимаем хлебопреломление. В жизни вообще. Потому что иногда мы можем быть в городе, где нет физической причастия. Мы тоже можем призывать к крови Иисуса Христа. Когда мы молимся за льды. Короче, мы постоянно должны использовать плоть и кровь Иисуса Христа на ощущение людей, на прощение грехов. Плоть Иисуса Христа – это тоже наше отношение вообще к людям, особенно к церкви. Наши отношения. Потому что вот это тело, невозможно очернить то, что мы пьем. У нас должно быть здоровое отношение к церкви. И я не имею в виду только посольство Божие, да, вообще Божие церкви. И мы всегда должны стараться работать на благо церкви. Чтобы Христос прославился во все церкви. Потому что посольство Божие не будет, не, соство Божие не будет одет для посольских. Там мы станем одним Божиим народом. Вот поэтому давайте будем изучать, что такое тело. Потому что Иисус умер за всех. За идеи, за елен. Это тело для всех. И наше отношение ко всем людям. Потому что большое тело Христа – это все люди, живущие на земле. Потому что Он умер за всех. И есть потенциал, если бы все пришли к Богу, это стало быть, они принадлежат Иисусу. Поэтому принимая тело Христово, это значит, что я принимаю вас. Я принимаю вас. Я принимаю всех верующих. А потом вообще я принимаю всех. Потому что по большому счету это тело Христово. Это тайна сия велика.